Да, я благодарю. Давайте будем провозглашать друг друга. Прибудьте в мире. Вы миссионер, который спасёт весь мир. Вы унаследуете эту землю. Сегодня у нас восьмая миссионерская конференция. И в прошлом году мы тоже проводили эту конференцию онлайн. Потому что из-за коронавируса мы не могли пригласить наших миссионеров. И в прошлом году мы думали, что мы последний раз проводим онлайн, но и в этом году приходится проводить онлайн снова. И сейчас через Zoom вот восемь стран они участвуют вместе с нами онлайн. И после обеда у нас тоже будет время, когда вот именно служители будут проводить также важное служение. И вот справа от меня находится миссионер со своими верующими, которые пришли на богослужение. А вот слева вот есть миссионер с Китая и вот Диакониса и ремнанты с Лаоса. То есть давайте мы поприветствуем всех, кто пришёл, вот этих гостей. Значит, вот мы сейчас на разных местах действия преподносим богослужение, находимся там. Но есть то, что необходимо понять. Хоть мы сейчас не можем все вместе собраться и преподносить богослужение, но в это время будет проявляться Божья сила на всех местах действия, на всех местах служения, где находятся наши верующие. И я в это верю. Да, хоть сейчас преподносим богослужение по Zoom, но те, кто преподносит по Zoom, я бы оставляю, что вы ещё больше получили благодать, чем те, кто находится сейчас в церкви. Значит, и хоть пришло такое бедствие, как корона на эту землю, но Божье миссионерство, оно не останавливается. И вот желаю, чтобы сегодняшнее богослужение стало временем силы, особенно для всех наших миссионеров, а также чтобы все наши верующие, каждый в отдельности, стали тем одним миссионером, который спасёт одну страну. Желаю, чтобы вы обрели сегодня духовные силы. Потому что на том месте действия, где вы находитесь, если Бог даст вам силы, тогда эта сила проявится в виде Света Божьего, который будет светить на 237 стран. Поэтому я желаю, чтобы вот эта восьмая миссионерская конференция стала важным началом для миссионерства, когда каждый из наших верующих получит ответ для себя. Сегодняшняя тема — это один человек спасающий 237 стран мира. Значит, мы с вами, как тот один человек, спасающий 237 стран мира. Вот в Библии есть три события, которые тяжело понять. Народ Божий становится рабами, пленными и становятся колониями. Вот такие три события есть. Вот когда Иосиф жил, вот братья Иосифа продали его, и он попал в рабство. Но Иосиф в Египте, вот он получил как бы одобрение со стороны египтян и продвинулся на важное место. то есть в то время вот благодаря Иосифу, вот его семья, они тоже получили хорошее место для жизни. И вот если посмотрят в Библию, то вот Иосиф, он попросил фараона, чтобы тот дал ему землю для его семьи, и тогда фараон дал самую лучшую землю Иосифу. И вот отцом Иосифа был Иаков, который жил в земле Израильской. Но потом Иосиф попросил, чтобы для отца была дана земля. Но вот если вы посмотрите книгу Бытие, сказано, что фараон, он не только дал землю, но дал еще и преданное, и животных дал для семьи Иосифа, для его отца. То есть вот израильтяне, они получили благодарность от египтян за Иосифа и получили землю в наследие. Но все поменялось после того, как Иосиф умер. Значит, поменялось вообще время жизни в Египте. И израиль, израильские народы в Египте снова стали рабами. И прошло время. Потом царем стал в Израиле Давид. И тогда вот израильтяне во всем мире, они очень хорошо стояли. Вот они тогда стали народом, который приял на весь мир, спасал весь мир. Но потом, если посмотреть, израильский народ, они потерпели поражение Вавилону и стали пленными Вавилоне. То есть та сильная страна, которая во время царя Израиля вот так вот главствовала, они стали пленными Ассирии. И вот стали пленными потом Вавилоне. То есть до того дошло, что царю израильскому глаза выкали. И мужчин, и женщин сковали и отправили в плен. Вот почему вот такое происходит. И вот через 70 лет пленения израильский народ возвращается в Израиль. И вот потом появился такой Зарававель. И вот он восстанавливает храм израильский. И таким образом Израиль как страна тоже восстанавливается. Но спустя 200 лет Израиль опять становится заложниками. Они становятся колонией Римской империи. Значит, вот это непростая история. Как это так? Божьи люди перед неверующими, перед этим миром становятся рабами, пленными и колониями. То есть вот Библия нам говорит об этом факте. Значит, то есть Библия говорит нам о том, что и мы, и наши потомки можем тоже прийти к такому разрушению. и церковь придет к разрушению. И может прийти время, когда больше не будет Божьей благодати на этой земле. но что Бог делает в это время? Значит, Бог изначально создал человека по своему образу и подобию. И получается, что Бог свой народ, которого Он избрал, вот так просто оставляет мучиться. Но не все так просто. Бог дает ответ. Бог Он хочет спасти. И Он говорит, что вы еще будете одерживать победу, и вы будете завоевывать. То есть Бог Он говорит об евангелизации 237 стран. То есть Бог дает миссию. То есть Он говорит о том, что сердце Бога, все мысли Бога, весь взгляд Бога находятся на евангелизации 237 стран. Поэтому прежде необходимо получить спасение Иисусом, затем Бог Он нас исцеляет, и Бог Он обещает, что Он нас благословит. И за чего Бог нас будет благословлять? Ради евангелизации 237 стран. То есть с самого начала Бог Он говорил о всем мире, 237 стран мира. И вот вы знаете Бытие 128 сказано и так. И так. написано «Обладайте, в воды чувствуйте над рыбами, над птицами, над всеми творениями». И потом Бог говорит подобное слово Авраму в Бытие 12 глава с 1 по 3 стих. Уже говорит «Благословлятся в тебе все племена земные». «Благословлятся» то есть время с вами вот времена ой племена земные на то время это были те народы, которые не знали еще о Боге. И сам Иисус Он говорит Матфея 28 глава 18 стих 20 стихи «Идите во все народы и поставьте учеников». Почему? Потому что все народы они оставлены, они как брошены. и в Марка 16 главе 15 по 20 стихи «Идите пропадуете всем творениям». То есть все творения они брошены и они оставлены. Деяние 1.8 Господь Иисус говорит «Вы будете свидетелями до края земли». Значит конец вот конец мира где вы будете свидетелями это есть вот эти оставленные заброшенные народы племена. То есть с самого начала можем увидеть что Бог Он с самого начала говорил о 237 страхах и внутри этого находится все Божье желание и все Божье сердце. Эти люди которые верили в это они наслаждались вот этими благословениями. и вот среди этих людей были и 7 рамантов и люди веры в евреи 11 главе. Но каждый раз когда Бог говорил это слово всегда были люди которые не понимали этого. и так же самое если сейчас идет слово о 237 стран о всем мире а меня это не касается это никакого не имеет отношения ко мне тогда я упускаю все благословения. Послушайте ваш бизнес должен совпадать с евангелизацией 237 стран. и вот ремнанты наши тоже сейчас которые учатся в наших всяких образовательных отделах они тоже сейчас участвуют на конференции может быть они не могут войти в этот общий зал но в своих помещениях в своих местах учебы они сейчас все участвуют и вот ремнанты наши тоже необходимо помнить ваша будущая профессия должна быть связана с 237 странами почему так потому что с самого начала божьим желанием было 237 стран оставшие брошенные местодействия и никто не может остановить осуществление вот этого божьего желания но если я не совпадаю с божьим то надо мне себя поменять надо поэтому можете подумать а как мы можем вообще спасти 237 стран мира вот как я могу спасти вот эти 5000 племен которые еще ни разу не сожгли в Англии оставлены послушайте есть метод для нас пойти в эти 237 стран мира и 5000 племен мы говорим от благословением престола божьего который превосходит время и пространство этим благословением возможно пойти вот даже сейчас через зум 8 стран принимают участвуют а вот во время первого богослужения сегодня молился пастор салам из Бангладеша и также вот сейчас молился с Тайванем миссионер и вот тот же сейчас миссионер с Филиппин он тоже участвует вместе с нами значит представьте на разных местах действий по всему миру сейчас преподносит благослужение то есть сейчас на разных местах действий по всему миру люди получают слово одно и то же и вот мы сами получим слово молимся за него и вот то же самое слово сейчас получают на Филиппинах и тоже молятся за это и в ваусе тоже получают это слово и молятся за это слово И вот в Китае тоже сейчас слушают слово и молятся за это. И все это сейчас связано с престолом Божьим. То есть, может быть, места действия, на которых находятся люди, они разные, но в то время, когда все держатся за одно слово и молятся, тогда происходит действие престола на всех местах действия. И вот, как сказано в Откровении, 8 глава, 3 по 5 стихи, что когда мы молимся, тогда ангелы, они приходят и забирают нашу молитву в кодильницу и относят ее к Богу. И вот тогда происходит удивительное Божье действие. То есть, что я хочу сказать, что благословение престола Божьего, оно превосходит пространство и время, и сейчас действует в 230 странах мира. И сейчас, благодаря престолу, благословения Божьего передаются на разных местах действия. И вот этой силой, которая приходит из престола, будут спасены вот эти отброшенные, оставленные места действия. И вот особенно, вот эти пустые места действия, заброшенные места действия. Что это за места действия? Ну, это не просто места действия, где людей нет. Это место, где нет той Евангелия, которую Бог дает людям как ответ. Вот это, значит, заброшенное место действия. Есть проблемы, есть страдания. А ответов нет. Ответа на это нет. Вот это есть оставленное место действия, брошенное место действия. То есть, сейчас по всему миру есть место действия, которые захвачены тьмою, которые умирают. Вот это тоже пустое место действия. Но проблема настоящая в том, что нет человека, который дал бы тот ответ. То есть, на местах действия люди схвачены тьмою, а нет человека, который мог бы дать ответ. Вот вы видели отступительное видео. Вот сейчас вот по всему миру 40% всего населения еще ни разу не слышали Евангелия. То есть, получается, сейчас есть очень много стран, которые составляют 40% населения Земли, которые еще ни разу не слышали Евангелие. Вот мы видели это в сегодняшнем видео, правильно? Вот сейчас по всему миру 400 тысяч миссионеров. А среди вот этих 400 тысяч миссионеров только 3% пошли на те местодействия, где еще не слышали Евангелие. То есть, послушайте, не то, что надо что-то делать сейчас. Нет, сейчас необходимо просто ухватиться за Божье желание. И начнется Божье действие. Есть ли у меня большее желание? Что-то за место желания. 237 стран. 5000 пленен, брошенные местодействия. Вот израильский народ, они 400 лет находились в рабстве. И спустя эти 400 лет уже у них вообще не было никакой надежды ни на что. Потому что даже дети их не были рабами. Потому что дети детей тоже были рабами. То есть, израильский народ был тем пустым местом действия, который просто потихоньку умирал. Но на то место действия пошел один приготовленный Богом человек, который имел Евангелие. Это Моисей. И произошло действие, что все начало меняться. Другими словами, вот, Яховед, мать Иосифа. Она знала, что им был Божий план проповедовать Иоанна в Египте. И она специально Моисей отправляет в царский палац, в дворец. И вот там Моисей был воспитан для того, чтобы быть человеком, который будет провозглашать Божьи действия. Библия вот так все объясняет. И вот сегодня мы с вами прочитали тоже местное сказание, Деяние 8 главу. Вот, где говорится про Самарию. Значит, Самария была таким местом действия, где люди уже давно не сошли Евангелие. Там были и проблемы, и болезни были. Вот, в ту эпоху Самария, вот этот город, был вот этим местом действия заброшенным. Но Бог посылает на то место Филиппа. И через Филиппа происходит действие, что город начал меняться. И вот сегодня, то, что мы сегодня с вами прочитали, Деяние 8 глава. Вот, мы прочитали про Евнуха из Эфиопии. Значит, Евнуха из Эфиопии, по-моему, был человеком, который был ответственен за сокровище. Но он пришел в Иерусалим, чтобы преподнести Богослужение, но не смог получить ответа для себя. И хоть он и читал Божье Слово, но не мог для себя получить ответ. И тогда Бог, он Духом Святым посылает Филиппа к нему. Потому что Енух из Эфиопии был сам по себе вот этим заброшенным местом действия. И страна, Эфиопия, тоже была вот этим заброшенным местом действия, оставленным. И вот мы видим, что Енух с Эфиопием принимает Евангелие, затем крестится. Вот, знаете, я тоже съездил, я съездил в Эфиопию. У них такая гордость за свою страну. А почему у них гордость? Почему они такие гордые? А потому что говорят, вот, мы первые, мы первые, которые приняли Евангелие через Евнух из Эфиопии. То есть, мол, мы первые христиане. Но сейчас какая у них ситуация? Они тоже стали этим пустым местом действия, отброшенным местом действия. И хоть они имеют вот эту свою гордость, но они Евангелие не знают. Вот, в самом начале приняли Евангелие, у них появилась гордость. То есть, Евангелия нет, а гордость осталась. То есть, мы видим через Библию, что Бог Духом Святым посылает Филиппа на место действия к Ефиоплянину, и он получает Евангелие. Послушайте, не то, что надо что-то делать. Сейчас необходимо ухватиться за Божье желание, и Бог сам начнет действовать. Значит, если внутри вас будет интерес к Божьему делу, тогда Бог начнет делать три вещи в вашей жизни. Значит, Божье желание — это 237 стран, это 5000 племен, и это оставленные места действия. Но как мы можем совершить эту всемирную евангелизацию? Как мы можем пойти на эти оставленные, пустые места действия? Потому что культура разная там, язык другой, мы его не знаем. Но как мы можем пойти на эти места действия? Но если мы в сердце вложим Божье желание, тогда сам Бог будет эту всемирную евангелизацию совершать через нас. Значит, Бог откроет. Первое. Бог откроет нам три вида глаз. Первое. Откроются глаза на то место действия, куда смотрит Бог. Что это за место действия, куда смотрит Бог? И затем, второе. Бог откроет глаза увидеть то место, где сокрыты Божьи ответы. И, в-третьих, Бог откроет глаза на то место действия, где будут происходить чудеса. Итак, первое. Где то место, на которое направлен Божий взгляд, на которое Бог смотрит? Значит, на местах действия, где вообще нет Евангелия. И на тех местах действия нет миссионерства, которое мог бы передать абсолютный людям завет. Так вот, на вот этих местах действия, и на миссионере, который может передать Евангелие, находится Божий взгляд. Значит, вот здесь миссионеры, которые сейчас действительно просто проходят через трудности. Но из-за того, что у них есть совершенная Евангелие, абсолютная Евангелие, то Бог будет действовать в их жизни. И нет причины терять силы. Значит, то место действия, то место действия, на которое сейчас смотрит Бог, это место действия, где находится миссионер, который имеет совершенное Евангелие. Вот, возможно, кто-то из вас думает, вот почему у них в жизни что-то не получается. Значит, прежде чем задумываться и беспокоиться, почему у них что-то не получается, надо себя исследовать. Держусь ли я за Божий завет? Если нет Божьего завета, за который я держусь, тогда Бог будет прикреплять ко мне людей, которые тоже не имеют завета. Поэтому постоянно из этих людей будут впадать в искушение и будут получать раны. Но если вы ухватите за абсолютный Божий завет, тогда даже встречи ваши будут внутри абсолютного Божьего завета. Вот если вы впадите за абсолютный Божий завет, тогда вся работа ваша тоже будет происходить внутри завета Божьего. И вот вы через встречи должны найти ответ от Бога. Вот если я миссионер, который держится за абсолютный Божий завет, тогда и встречи Бог не даст с людьми тоже, которые имеют завет. Значит, бывают люди, которые, ну, которые с нами не совпадают. Но там есть ответ. И, возможно, происходит то, что нам не очень приятно. Но если вы человек, который находится внутри Божьего завета, то какая-то неприятная работа, действие, оно будет тоже внутри Божьего завета происходить. Вот посмотрите на Иосифа. Вот Иосиф с самого детства ухватился за Божий желанный абсолютный завет. До какой степени он ухватился? До такой степени, что даже ему снилось об этом. Если вот если посмотреть в Бытие 3.15, то он ухватился за завет, что придет семя жены, которая поразит сатану в голову. И вот настолько он думал об этом, что ему даже начало это сниться. Об этом сказано в Бытие 37 главе. И вот этом, и на вот этом Иосифе находился вот этот Божий взгляд. То есть Бог смотрел на этого Иосифа. И каждый шаг, куда шел Иосиф, к примеру, рабство, в котором он был продан, это просто так не прошло это время. И потом он был отклеветен, и его посадили в тюрьму. И это тоже было не какое-то простое время, это было важное время. Потому что в тюрьме он получил очень важный ответ и важные встречи. То есть все, что происходит в жизни такого чада Божьего, все является ответом. все является благословением. И вот если вы будете держаться за абсолютный Божий завет, тогда будет так происходить. А из-за того, что верующий не держится за этот завет, то в церквях очень много трудностей. А если я нахожусь в абсолютном Божьем завете, тогда во всем нахожу ответ Божий. Потому что есть то, что хорошее что-то происходит с нами, либо же нехорошее. Конечно, из-за хорошего у нас поднимается настроение. А из-за нехорошего мы огорчаемся. Но если мы огорчаемся за что-то нехорошее, то значит мы неправильно посмотрели ситуацию. Значит, Моисей, он ухватился за завет жертвы крови, Исход 3.18. И вот он идет в Египет и говорит фараону. Затем говорит с израильским народом. Значит, какие пришли к ответу в итоге к Моисею? Значит, вот если так же вы, если вы посмотрите вот 1 царств 3 глава с 1 по 19 стихии, здесь говорится про Самуила, который стал одним человеком, который получил этот важный ответ. И Бог начал через него действовать. А также еще есть горница Марка, которую тоже ухватили за абсолютный Божий завет. Вообще-то горница Марка была таким местом непростым, где люди собрались вообще страхом, вот под страхом смерти, потому что их могли убить за такое собрание. Но из-за того, что они ухватились за абсолютный Божий завет, они собрались в горницу Марка. И тогда Божий взгляд был направлен не на большом храме Ирода в Иерусалиме, а на маленькую горницу Марка. Почему? Потому что это было собрание людей, которые ухватились за абсолютный Божий завет. Весь Божий взгляд, весь Божий взор направлен на человека, у которого есть завет. И в жизни такого человека обстоятельства, трудности, это вообще не имеет никакого значения. Потому что через все трудности или какие-то обстоятельства Бог дает благословение. А что это за абсолютный завет Божий? Это Христос, это Царство Небесное, это Дух Святой. И когда мы держим за этот завет, какие благословения приходят? Приходят благословения престола, которые невозможно сравнить с мирскими благословениями. Когда происходит действие силы престола Божия, и мы наслаждаемся ответом света Божьего, который спасает 237 стран. То есть весь Божий взгляд, Божий взор направлен на человека, имеющего завет, держащегося за завет. во-вторых, где то место, где находятся многие Божьи ответы? Значит, есть место, в котором собраны все Божьи благословения. Это местодействие, это лидер простых верующих, который помогает миссионеру, находящимся в Божьем завете. Значит, не просто так в завет Божий, а в жизни человека, который держит этот завет, это путешествие жизни. А также многие ответы находятся на лидера простого верующего, который помогает миссионеру. И вот в Библии вот это одно из самых важных обещаний. Поэтому вот наши миссионеры ухватите за это обязательно. Вот, если наши миссионеры ухватятся за завет и пойдут на местодействие, тогда обязательно Бог прикрепит таких вот лидеров простых верующих. Бог прикрепит важных бизнесменов. Бог прикрепит важных учеников. и Бог прикрепит многих потомков, многих ремнентов, а также финансы, а также здоровье, а также все остальные благословения тоже придут. Вот, когда Моисей ухватился за завет и шел по этому пути путешествия, давайте посмотрим, что произошло. Бог, он прикрепил важных лидеров простых верующих. значит, Рауф. И так же само Иосифуна, Иисусуна на Бог прикрепил важную встречу. Поэтому получилось завоевать Ханан. И были люди, которые тоже участвовали в евангелизации вот, в евангелизации Вавилона. А также во время жизни Давида были люди, которые помогали ему и получали ответы. И вот мы видим Диане 1.14. Это горница Марка. Значит, люди, которые имели абсолютный завет Божий, люди, которые шли по абсолютному путешествию завета, это были люди, которые собрались в горницу Марка. И вот мы видим, что они получили самый лучший ответ. В 10-15 сошел Дух Святой. А также мы видим, что Бог прикрепил важных бизнесменов с 15 стран. Потом эта церковь в горницу Марка разошлись, начали проповедовать Евангелие, получили пригонение, разошлись нашей проповедовать Евангелие и сформировалась антихийская церковь. То есть облица о том, что в жизни путешествия, в жизни верующего, который делся за завет, вот в этом путешествии, Бог приготовил все ответы и Бог прикрепляет все ответы, дает все встречи благовестнику. А также третье, значит Бог нам дает ответ, что есть то место, на котором будут проявляться чудеса Божьей силы. Где находится ответ Божьего чудес, Божьей силы? В ремнантах. Вот ради ремнантов нам необходимо жизнь положить. И вот сегодня я буду в обед тоже говорить, значит нам необходимо подготовиться к будущему миссионерству. Вот если посмотреть второзаконие, 6 главу, 4 по 9 стих, вы хорошо знаете это, миссионерство. Что Бог говорит? Бог говорит, что Иордан разойдется, затем Иерихон разрушится и будет завоеван Ханан. И все, как говорил Бог, все это произошло в виде чудес. И потом через вот этих ремнантов произошло завоевание Ханана. Через тех потомков, которые Бог приготовил. Исайя 60 глава, 1 по 22 стихи. Итак, восстань и светись. И сказано, что дочери и сыновья придут тебе издалека. То есть ремнанты придут и что они будут делать? Вот ремнанты придут и что они будут делать? 22 стих. Сказано, от малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Вот нам необходимо поднять наших ремнантов как духовных саммитов. Необходимо поднять ремнантов как учеников, как будущих миссионеров необходимо поднять их. Если посмотреть деяния 17 главу 1 стих, 18 главу 4 стих, 19 главу 8 стих, Павел входил в синагоги. Почему? Потому что Павел был главвестником, который сразу увидел четко, на чем находится Божий взгляд. И через него произошло завоевание через Павла. завоевание завоевание. Значит, нам необходимо восстановить то, что Сатана отобрал от нас. Значит, когда мы находимся на месте спасения, завоевания других людей, вот это и завоевание. Поэтому через кого Бог будет совершать вот это завоевание? Через ремнанты. Через наших потомков. Поэтому нам необходимо жизнь положить за то, чтобы ремнанты с самого детства могли готовиться как будущие миссионеры в завете. Необходимо, чтобы через наших потомков поднялось много миссионеров, много пасторов, много лидеров простых верующих. миссионерства среди всех миссионерств самое лучшее. Да, вот ехать на место миссионерства, искать там учеников, конечно, это тоже миссионерство. и вот, но если Бог дает мне какое-то место действия, там надо найти учеников. И, конечно же, хорошо, когда мы выходим на места действия, на место миссионерства, ведем миссионерство, но миссионерство из всех миссионерств это создать церкви, систему, чтобы поднимать потомков, как будущих миссионеров. Такую необходимо поставить систему в нашей церкви для того, чтобы наши ремнанты вечно могли наслаждаться обосновением миссионерства. И также у нас есть иностранцы, а также есть дети ТСК. То есть необходимо понимать, насколько каждый из них очень важен. То есть не просто так вот они приехали сюда, чтобы тут учить язык и деньги зарабатывать. То есть Бог не просто делает так, что в нашу страну сейчас приезжает много иностранцев. Есть Божий план. Поэтому выходи там, въехать в другое место, вести миссионерство, вот это важно. Но самое важное это в церкви создать систему, чтобы среди потомков поднимались будущие пиастеры, миссионеры. Вот это есть будущее миссионерство. И вот у нас сейчас тоже миссионеры наши сейчас, они на местах здесь ведут служение, поднимают учеников и потихоньку ставят там семинарии, РЮТСИ. И я желаю, чтобы молились, чтобы среди наших иностранцев и ремнантов и детей ТСК поднимались люди, которые будут готовиться к будущему миссионерству. Значит, вот я тоже сейчас смотрю на успешные примеры миссионерства, которое было проделано нашей страной. Значит, один из применторов был такой, поехал, один миссионер, там поставил семинарию, чтобы поднимать будущий пастор. И вот так же он еще церковь построил и построил больницу. Я прошу обращения, я читал про тех миссионеров, которые приехали в нашу страну, которые поставили школы, больницы, семинарии. И обычно, вот, в основном это были молодые миссионеры, которым было 20 лет, ну, в пределах 20 лет. То есть, послушайте, вот нам вот так же самое необходимо готовиться к будущему миссионерству. Вот, благодарно, что сейчас вот наши дети, они сейчас растут, и они имеют вот это мышление о миссионерстве. То есть, вот это благословение нашей церкви. Послушайте, вот, вы тоже, если будете думать о миссионерстве, вложить это в ваше сердце, тогда Бог, Он тоже поднимет ваших детей, как тех, которые будут думать о миссионерстве. Вот, в прошлом году я говорил об этом. Вот у нас есть тоже дети из Нонгонга, Центр, Центр Свет. То есть, вот наши, вот наши, вот молодежь наша, они сами за свой счет едут, там, помогают, поставили Центр, сейчас ведут служение. то есть, вот я так считаю, это вообще, вот то, что они делают, это такое непростое благословение. Вот, все наши взрослые, я желаю, чтобы вы получили ответ, что вы были заинтересованы в миссионерстве, и чтобы вы потом вот этот интерес к миссионерству передали своим потомкам. вот тоже сегодня у нас было собрание утром, я говорил об этом, что если мы упустим проповедование и миссионерство, наши дети станут рабами, пленными в этом мире и колонии этого мира. Поэтому, вот наши все взрослые, вот, вам необходимо в сердце вложить 237 стран миссионерство и сделать так, помочь, чтобы через наших потоков стали будущие пасторы, и чтобы, чтобы, верующие поднялись как миссионеры и смогли вести движение Евангелия. Знаете, надо молиться? Только это является надеждой для нынешней эпохи. Я подытожу сегодняшнее слово. Значит, завет о спасении 237 стран у 5000 племен это заключение Божие. Другими с вами 237 стран отброшенные места действия спасения вот этих мест действий, вот это есть Божий итог всего. Значит, это это то благословение, которое Бог дает всем верующим, и которым верующим необходимо наслаждаться. Поэтому нельзя нам пропустить это. И Бог обязательно это совершит. И не надо делать что-то великое. Бог Он сам сказал, что Он это сделает. А мне надо лишь просто совпадать с этим направлением Божьим. И тогда Бог меня исцелит, которого есть такое направление, и через меня Бог будет исцелять места действия. Вот. Одного меня Бог Он благословит, и Бог желает через одного меня спасти места действия, которые отброшены. Значит, все люди, которые были использованы, получили благословение в Библии, они все имели это благословение. Поэтому вы так же сама. Значит, конечно, мы с вами можем иметь какие-то материальные вещи, но Божье желание это 10-7 стран, 5 тысяч племен, отброшены места действия. И если я не буду иметь интереса с этим, я упускаю все благословения. И даже если я буду здоровый, но буду сосредоточиться только на материальном, сатана будет меня использовать. Я буду жить жалко жизнью. И даже если к нам с вами придут гонения, препятствия, это не важно. Если мы держимся за завет 10-7 стран, спасение 5 тысяч племен, надо просто идти на место действия и все. И тогда Бог благословением престола Божьего, действием Божьим, которое превосходит простанство и времени, Бог будет действовать на наших местах действия. И потом вот это благословение, Преслово Божье, надо передать на брошенных местах действия. Поэтому я благословляю, чтобы среди нас началось новое действие миссионерства. Бог, благодарим Тебя. Бог, Твое желание — это 237 стран, 5 тысяч племен отброшенных местах действия. Открой наши сердца для этого, Господь. Пусть Твое желание станет нашим желанием. Пусть Твое заключение станет нашим заключением. И пусть Твое дело станет моим делом, Господь. Молюсь именем Иисуса Христа. Продолжение следует...